Здравствуйте, уважаемые налогопотельщики! В эфире ваш надежный налоговый консультант Евгений Севков. И сегодня мы разберем интересный случай из судебной правки, который касается тех, кто ведет семейный бизнес. История эта не только поучительна, но и весьма актуальна в связи с... Вниматель лишился права на упрощенную систему налогобложения из-за семейного бизнеса. Постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26 апреля 2024 года ознаменовало победу налоговой инспекции. Итак, супруги-предприниматели занимались пошивом верхней одежды. Казалось бы, замечательный семейный бизнес. Муж закупает ткани, кроет одежду и упаковывает изделие, а жена шьет по его заказам и передает готовую продукцию. Но налоговая инспекция увидела в этом иную картину. Супруги разделили бизнес с целью сократить налоговые обязательства. Инспекция провела выездную проверку за три года и выяснила, что фактически супруги действовали как единый субъект. Они работали в одном помещении, отправляли отчетность из одного IP-адреса, а сотрудники подтвердили, что участвовали в едином производственном процессе. Таким образом, налоговая инспекция объединила доходы супругов и доначислила налоги, пении и штрафы. Попытки предпринимателей оспорить решение в вышестоящих инстанциях успеха не принесло. Судебные инстанции всех уровней поддержали налоговую инспекцию, подтвердив, что дробление бизнеса с целью ухода от налогов не допустил. На этом история не заканчивается. Хотелось бы обратить ваше внимание на еще одну важную деталь, которая касается семейного бизнеса. Систематическая бескорыстная помощь от членов семьи также может быть расценена как сокрытие трудовых отношений. Например, постановление арбитражного суда Уральского округа от 19 июля 2024 года. Супруга предпринимателя подменяла мужа в магазине, а сын занимался доставкой товаров. Налоговая инспекция квалифицировала это как наемный труд и доначислила страховые взносы. Уважаемые налогоплательщики, будьте бдительны и соблюдайте налоговое законодательство. Как всегда, ссылки на нормативные документы вы найдете под этим видео. Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал Налоговая Балайка, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей и изменений в налоговом законодательстве. Оставайтесь с нами, ведь мы всегда на страже ваших налоговых интересов. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok